Учиться развлекаясь. Новосибирский школьник придумал настольную игру «Денежная математика». Ее участники зарабатывают, решая задачи и рассчитывая условный бюджет. Игра стремительно набирает популярность и уже принесла автору победу в московском конкурсе. Фишки, деньги, банкиры и несколько игроков. С виду похоже на монополию, но здесь участникам, чтобы заработать деньги, нужно решать математические задачи. Твои родственники из Австралии прислали перевод в размере 600 долларов. Какая сумма в рублях получилась при переводе из доллара в рубли в банке, если курс доллара равен 50 рублей за один доллар. За правильный ответ получить деньги. Заработок можно потратить на покупку условной недвижимости, которая за каждый пройденный круг дает прибыль. Можно брать кредиты, делать вклад. Попадаются как в жизни и непредвиденные расходы. Например, заплатить за лечение родственника. Это рынок, Ваня, это рынок. Денежную математику придумал пятиклассник Савелий Дьячук. Провел опрос среди сверстников. Они убеждены, научиться считать в игре, а не стоя у доски, гораздо легче. Подтверждение уже есть на практике. В третьем классе мы анализировали и стали считать быстрее. А также с четверки на пятерку кого-то оценка повысилась по математике за четверть. Обдохновил школьника простой реферат по истории родного края. Когда готовился, узнал, что во времена Екатерины II в Сузуне чеканили сибирскую монету. Стал изучать подробнее, увлекся. Информацию получал из книг, из сети интернет, ну и из учебников. То есть для того, чтобы сделать доклад, он, соответственно, изучил историю родного края. Мы съездили к нумизматам, у нас в Березовой роще. Ну, можно сказать, каждую неделю собираются. В общем-то, этот момент изучили, получили там дубликат монеты и дальше пошло развитие. А дальше родился проект денежной математики, с которым школьник выступает не только в 159-м лицее, но и участвует в конкурсах. Недавно победил в Москве, получил почетную награду – серебряный крест. Играет на переменах и после уроков. И учатся не только считать. Они предлагают свои деньги друг другу, если кому-то не хватает что-то купить. Просто без процентов. Возьми мои деньги, поучаствуешь там в чем-то, потом мне вернешь. Такое доверие возникает между ними. Я думаю, что какие-то личностные отношения, которые они выстраивают, это, наверное, уже дорогого стоит. Потому что игры, которые они проигрывают в телефоне, они им этого не дадут. Денежная математика популярна не только в стенах 159-го лицея. Игру покупают другие школы областного центра. Кстати, попробовать силы в денежной математике может любой желающий онлайн. У пятиклассника уже есть свой сайт. Елена Мирошниченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова